Всем привет! Это программа Репортер. Я Алексей Коноплев. Ну, скоро уже совсем перейдем. Экватор декабря, а это значит не за горами и очередной Новый год. Ну, а пока строим планы на будущее и успеваем их воплощать в 2015. Сегодня расскажу, чем жила Самара неделю предыдущую, кто удивил город и кого запомнили жители. Новости, о которых говорили и которые обсуждали на протяжении 7 дней. Начинаем! Елкой и не пахнет. В Самаре устанавливают главную новогоднюю красавицу. Почему ее сложно назвать деревом и сколько огней разом зажжется в самую сказочную ночь года? Все только начинается. Самарт отмечает 85-летие. Почему бывших артистов не бывает и как всю жизнь прожить играючи? История многих людей и одного места. Седьмое место в мире. Самарские лицеисты вошли в десятку лучших на крупнейших соревнованиях по робототехнике в Пекине. Чем удивила погода и чего не хватило до полной победы? Но если у вас нет пока новогоднего настроения, то идите на площадь Куйбышева. Там все приметы нового года налицо. Специалисты заканчивают монтаж светодиодных композиций и уже нарядили главную красавицу. Правда, елкой она совсем не пахнет. Репортер выяснил, что скрывается под новогодним деревом и где оно хранится весь год. История с элементами расследования. Солнечная площадь Куйбышева. Под ногами лужи и редкие сугробы. По всем признакам весна, если бы не календарный декабрь. Праздничная елка при такой погоде смотрится как минимум странно и бросается в глаза ярко-изумрудным цветом. Да и сами сотрудники горсвета не могут вспомнить, когда последний раз зимой был такой плюс. И задача на сегодня повесить всю праздничную иллюминацию. Это 28 рамок с кодовым названием свеча. Между ними по традиции будут красивые лампочки всех цветов радуги. Гирлянда протяженностью не считали, если честно. 1250 лампочек. Работы по монтажу гирлянд закончатся сегодня и скоро их начнут тестировать. Но засияет в ночи главная елка города только по приказу самого Деда Мороза из Великого Устюга. Встреча с Самарой в рабочем графике волшебника назначена на 22 декабря. До этого времени елку еще должны успеть нарядить. Старые игрушки отправили в утиль. Главным новогодним деревом в этом году, как и в прошлом традиционно будет объявлена елка на площади Куйбышева. Параметры ее должны быть выдающимися. Через два дня она будет украшена новыми игрушками. Собственно, будет красивая. А что за игрушки новые такие? Шары традиционные, красивые. Красные шары, золотые, синие. До приезда Деда Мороза закончится монтаж всех светодиодных композиций. Остается открытым вопрос со льдом. Если температура на улице так и останется в плюсе, то придется кататься на роликовых коньках. Материал для ледового городка уже в пути, но пойдет ли он в дело неизвестно. Горкие скульптуры начнут сделать, если среднесуточная температура будет ниже минус 10 градусов. Так что жителям города остается только упрашивать небесную канцелярию о снеге и зимней сказке. Наша следующая история с заделом на будущее. Несмотря на то, что до начала чемпионата мира по футболу 2018 года еще далеко, тысячи самарцев уже мечтают попасть на главное событие мирового спорта. Хороший для этого вариант стать волонтером. Репортер побывал на официальном открытии волонтерского центра чемпионата мира по футболу в Самаре и специально для вас узнал заветные сроки начала приема заявок. В российских городах, готовящихся принять чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 года и Кубок конфедерации 2017 года, одновременно открылись центры по подготовке волонтеров. В Самаре новый центр торжественно открыли на базе Самарского государственного аэрокосмического университета. Тех, кто мечтает стать волонтером, с приветственной речью встретили представители всех региональных и муниципальных структур, готовящих город к чемпионату мира 2018 года. Они рассказали активным самарцам, какие задачи будут стоять перед волонтерами. Основная задача рассказать о том, какой наш город красивый, как он хорош, где у нас можно посмотреть туристические достопримечательности, архитектурные достопримечательности, показать, какие самарцы гостеприимны. Отбор в команду волонтеров будет проводиться не только среди молодого поколения. На пресс-конференции открытие волонтерского центра отметили, что с радостью примут и людей более старшего возраста. Как это было и на олимпийских играх, я думаю, это будет сейчас. Не только молодежь будет иметь желание выступить в качестве волонтера на чемпионате мира, но это будут люди более старшего возраста. Для того, чтобы стать волонтером, необходимо подать заявку через официальный сайт. Но пока всем активным, спортивным и неравнодушным стоит подождать старт работы волонтерского центра и тщательно подготовиться. Отбор будет производиться серьезный. Старт набора волонтеров в нашем центре, как и по всей России, запланирован на второй квартал 2016 года. Как раз вот это будет такая отправная точка, когда мы начнем во всеоружии свою работу. На открытии нового центра будущим добровольцам также подробно объяснили, где и как будут работать волонтеры чемпионата мира по футболу 2018 года. И главное, как будет проходить отбор, какие навыки желающим присоединиться к этому движению, нужно развивать уже сегодня. Ведь попасть в команду волонтеров – огромная ответственность. Волонтеры станут лицом турнира, его визитной карточкой. И от них зависит, какие впечатления останутся у болельщиков и участников чемпионата о нашей стране и этом замечательном событии. Ну, не зря говорят, что главное – верить в себя. Вот и самарские студенты решили отобрать хлеб и гонорары у дизайнеров и сами занялись своей раскруткой. Скоро в городе появится много новой социальной рекламы. Лучшие проекты назовет строгой жюри конкурса «Мы выбираем жизнь». Как выглядят работы и может ли плакат изменить мышление? История сегодня. Будущий мастер издательского дела Светлана Громова. Планы на жизнь изменить этот мир к лучшему. Планы на сегодня начать делать это уже сейчас. Студентка одного из самарских вузов торопится на конкурс. Она уверена, что ей равных не будет. Три дня и три ночи девушка думала, какой социальной рекламы не хватает в городе. Просто села и начала на бумажечке записывать, какие у меня есть идеи, и что бы я хотела сказать людям. Вот. Так и придумала. Пока Светлана загружает в компьютер свои идеи, в Самарском доме молодежи продолжается прием работ. Конкурс социальной рекламы «Мы выбираем жизнь». Свои размышления на эту тему надо вынести на бумагу. Жанр свободный. Это работа студентов Самарской Поволжской социально-гуманитарной академии. Классическое воспитание здесь взяло верх. Ребята по старинке нарисовали стен газету. Ученики Чапаевской школы освоили разноцветные шрифты. Учащиеся одного из самарских СУЗов и вовсе замахнулись на портрет. Оценивать творческие порывы теперь предстоит жюри. Будут оценивать, собственно говоря, больше вреда или пользы в данной социальной рекламе, что очень важно. Ведь мы всегда понимаем, что грань достаточно тонкая. Участвовать в проекте приглашают молодежь от 14 до 30 лет. Для тех, у кого не очень с рисования, могут заявиться в номинации «Флэшмоб». И это не обязательно должно быть действовать в одинаковых нарядах. Главное – социальная значимость и помощь. Участница конкурса Светлана Громова тем временем видит впервые свою работу в полном цвете и размере. С детства нам все говорят быть ответственным. Ответственным по отношению к учебе, по отношению к словам, делам. Но редко говорят – будь ответственным к своему телу. Ее идея отправляется ждать своего часа. Светлана гордая собирается домой. Если повезет, ее плакат станет баннером. Лучшие работы покажут на всех городских улицах уже в следующем году. Ну а самарские шестиклассники стали звездами мирового масштаба. Двое мальчишек вошли в десятку лучших на престижных соревнованиях по робототехнике WRC 2015. Их проект «Роботы-исследователи» отметили особым знаком качества. С чемпионата в Пекине они вернулись с кубком и кучей идей, как стать юным гением и сконструировать своего лучшего робота, даже если тебе всего 10 лет. С приветом из Китая для мам, пап и всей родни. Уже в России и в Самаре на урок направляются двое лицеистов. Шестиклассники из одной параллели вместе сила. Они команда «Чих». И пусть это звучит немного наивно, зато у них претензия на мировую известность. Однофамилец известного политика Черномырдин – только Илья. И известного хакера Харахорин – только Андрей. Вместе они «Чих». И это уже серьезно. Вот четыре датчика. Два отвечают за езду по линии и за определение цвета. Тренируют в силу мысли на поле господа Харахорина Черномырдин. В своих узких кругах спортсменами считаются. Из ежедневных тренировок у них разминка серого вещества, приседания на стул, чтобы написать программу, и несколько силовых подходов на логику. Свою форму они каждый день делают ради вот этого электронного друга. Вместе с ним они взяли седьмое место на международных соревнованиях по робототехнике WRC 2015. В Китай ему пришлось лететь на руках своих создателей. Ну, восхищались. Не часто видишь человека с роботом в самолете. «У нас была готова программа. Была выучена конструкция наизусть. Дети знали ее прямо наизусть. И с этой программы, собрав робота, написав программу, отвалив ее, мы смогли уже выступить достаточно достойно». Это в тренере Алексея Маркове скромность. Говорит, команда выступила более чем достойно. Китай, Пекин, 130 команд из 15 стран мира. Два дня работы нон-стоп. Огромные поля для выступлений, тысячи новинок, хай-тек индустрии. И все это – крупнейшие соревнования по робототехнике WRC. Команды из России представляют в том числе и самарские лицеисты. Перед ними ставят задачу собрать робота-исследователя. Машина должна вести научные исследования в разных условиях окружающей среды. Понимать, где можно работать человеку, а где не стоит. Значит, он едет по линии, считывает цвета с обоих датчиков и посылает это все в переменную. Они считывают и передают это на моторы. Они оставляют конкурентов в полуфинале и проходят в финал. Там берут седьмое место и входят в десятку лучших команд по робототехнике в мире. Так чих становится уже совсем не наивным названием. После кубков, призов и поздравлений лицеисты все-таки дают себе немного отдохнуть. Нам гид рассказывал, что снежные дни в году всего лишь около пяти. А у нас, ну, мы попали в такую неделю, что у нас три дня был снег. То есть нам очень повезло. Мне больше всего, наверное, понравилась китайская стена. Потому что это такое сооружение, очень большое, величественное такое. После международной арены сражения за цель проходят уже на самарских полях. У команды «Чих» новые планы надо прокачать робота к следующим соревнованиям. Молодым ученым на руку наступающий Новый год. Дед Мороз оставит им под елкой новые моторы и запчасти для будущих побед. Ну и напоследок о дне рождения, которое отмечают всем городом. Самарту исполнилось 85 лет. Солидную дату отметили творческим вечером в кругу друзей. Со сцены прозвучали песни из известных спектаклей. Репортер пришел задолго до начала и проник за кулисы. Чем живет театр до первого звонка? Личные истории, которые стали целой жизнью. За час до начала творческого вечера его легко найти в суете коридоров. Легенда театра Самарт Юрий Долгих задерживается около расписания и, кажется, выпадает на несколько минут из реальности. Его ностальгия захватила. Он пришел сюда работать в лохматом 1965 году. С тех пор не уходил. Прирос всем, чем только можно. Первую роль, которую мне дали, потому что я был в спомсоставе, это играть в спектакле «Два клена» – «Куринушки». Юрий Долгих ведет репортеров «Святая святых» в свою личную гримерную. По пути с ним здоровается каждой сотни ролей и истории ученики, которые стали ведущими артистами. У него вся жизнь театр, а люди в нем актеры. Актеры, которых он сам воспитал. В этот момент в фойе театра сплошной лоск. Приглашенные музыканты, бокалы, игристого, дамы и кавалеры при полном параде. Цветы, улыбки и дружеские объятия – все свои. И от того и день рождения, особенный к 85-ти, Самарт обзавелся знакомствами по всему миру прочными и очень искренними. Юбилей Самарта каждый житель нашего города воспринимает как свой собственный праздник. То это просто победа. Я поздравляю моих коллег с этой победой. Вот если бы не было такого ритма, то жить тогда не стоит. Вот видите, а вы говорите не дом, да? Вот, пожалуйста, встанет ведущий, артистка гладит. Кто-то в этот момент еще что-то делает. Правильно я говорю, Вероничка? Дом, 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 дом. Проходим мимо гримцеха. Барышни наводят красоту. В комнате стойко пахнет лаком для волос. Сегодня все должно быть безупречно. Послужной список. Каждой из этих актрис более сотни ролей. И не один год в стрессовой ситуации нон-стоп. Не во всех театрах складывается, что театр становится семьей. А здесь вот это так. Вчера мы играли простую историю. Играю там корову. Любимая роль. Недавно были отцы и дети. Я играю там Одинцову. Любимая роль. Роли, которые сделали их такими, какие они есть. Стумбочка в гримуборной. Юрия Долгих чуть ли не трещит по швам. Это роли. Это мои роли. Видите сколько? Это все учится каждый раз. Каждый раз. И это все. Вот эти все ящики с ролями. Сегодня будет избранная по сложившейся традиции. В свой юбилей Самарт собирает на сцене всю труппу. Ветераны и молодежь Тюза вместе. В концерте спектакля «Мы вращаем землю» песни и самых известных спектаклей театра. Мамаша Кураж, Бомбараж, опять цветет акация. В год Великой Победы звучат фронтовые песни. А также лирика Высоцкого и Акуджавы. Сейчас Самарт – это 46 актеров, среди которых 6 заслуженных артистов России. Начиналось все с маленькой сцены в клубе коммунальников. Потом сценой стал кинотеатр «Тимур Ильц». Его реконструировали под театр-ателье с двумя зрительными залами. Наступающий 2016-й обещает стать годом больших событий. Готовятся к постановке пьесы Чехова. Зрители увидят пергюнты и горе от ума. Должна открыться новая сцена и новый зал. Очередной юбилей подводит итог аплодисментами. Как всегда аншлаг и как всегда успех. Пошел 86-й год. Так держать, скажут зрители, мы не подведем, ответят артисты и докажут делом. Уже позже, только оставшись в гримерке наедине с собой, без пафосных слов, благодарности, пожеланий от всей большой актерской души. Нормального человеческого счастья. Я всем-всем желаю нормального человеческого счастья. Это все на сегодня, о чем успели рассказать. Надеюсь, эта неделя будет не менее интересной, чем неделя минувшая. Увидимся завтра. Всего доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова